Прежде чем носиться с БЧБ-флагом, ну, даже если не лично в этом стороннике, нужно было изучать историю БЧБ-флага. И я обвиняю также ту политику, которая приняла белорусский БЧБ-флаг как национальный. Я бы их просто... Они бы у меня сели бы в тюрьму. Почему? А что это такое? А что? Как бы так человека садить в тюрьму за флаг? Ничего себе. Была, грубо говоря, у фашистских немцев, да, вот была символика. Почему? Давайте флаг тоже такой создадим. Что тут такого? Ничего тут такого нет. Правильно? Это фашистская символика, конечно. Это плохо, это так нельзя. Ну, так от чем отличается? Ну, тем, что есть фашистская символика, а есть национальная символика. Понимаете? Кто ходил во время Второй мировой войны под этим флагом БЧБ? Белорусская национальная армия. А с кем они сотрудничали? Сотрудничали с фашистами. Ну... Ну, это ж лишь как бы как часть... Смотрите, если на это смотреть таким образом, тогда фашистским символом считается российский флаг. Мы сейчас говорим за белорусский флаг. Ну, видите, какие у вас двойные стандартики получаются? Россия может... Смотрите, под триколором, под триколором, смотрите, был Советский Союз, да, был же флаг Советский. Вы, наверное, не слышите. В какой стране вот я сейчас нахожусь? Сразу выключаете. Потому что вы меня перебиваете. Так вы... Так я же объясняю, это вы меня перебиваете. Я вам еще раз говорю, Ник, мне без разницы. Я живу в Беларуси. Да. Понимаете? Причем тут сейчас, вот вы говорите, вы на тему, на тему хотите перекинуть. Мне все равно по поводу триколора. Нет, я всего лишь привожу стопроцентный зеркальный пример, чтобы вам более легче... Я проживаю, вы меня, наверное, не слышите. Я проживаю на территории Республики Беларусь. И мне совершенно неинтересно, какой флаг где-то там за бугром, грубо так сказать. Я говорю вам сейчас за Беларусь. И мне не нужно... Смотрите. Этот флаг был до того, когда некоторая группа людей сотрудничала с фашистами. Понимаете? Он не появился во время сотрудничества с фашистами. Не пришли фашисты и сказали, так, вот у нас есть свой флаг, но вы как-то недостойны нашего флага. Вот давайте мы вам нарисуем вот такой. Нет, это не так было. Флаг БНР уже существовал на тот момент. Понимаете? И точно так же, как и с Украиной это было, и с Россией, и с русскими частями. Понимаете, эти флаги уже были. Кстати, по поводу российского флага Триколора, тогда его не было. Но с ним была вот армия Власова, вот это его полк Власова, отряды Власова, не знаю, который сотрудничал с фашистами. И вот у него как раз-таки были нашивки фашистские и с Триколором. Это было прям отдельное подразделение в составе фашистских войск. Но почему-то сейчас Россия спокойно размахивает флагом этим Триколором. Все нормально. Вас ничего не смущает. В России никого ничего не смущает. Дальше. А где документы, как вы любите говорить? Где документы? Можно где-нибудь это... Какие документы? По поводу Власова. Что по поводу Власова? Ну, это же в открытом доступе, конечно же. Скажите, какие... Кстати, вот власовцы были осуждены этим самым трибуналом на Нюрбинском процессе. Это как бы... Да, это были пособники фашизма. Вы просто... Вам просто как-то... Вы очень однобоко, что ли, преподносите информацию? Никто не отрицает из белорусов, что была группа людей под бело-красным-белым флагом, которая сотрудничала с фашистами. Это факт. Это история. Я вам еще раз говорю. Хорошо. А при чем тут вот вы перевели тему? У нас вот выбор. Мы не хотим под этим флагом ходить бы, ЧБ. Я лично бы, если бы он был бы разрешен, у меня бы он бы ковриком был бы в туалете. Вот серьезно. Ваше право, конечно. Просто если бы на момент, когда он будет разрешен, вы попадете под закон об осквернении национальных символов. Ну, если это узнается, допустим. Тихановскую узнаете ли вы лично приедете на танки? Да забейте вы про Тихановскую. Ее никто не видит как президентом. Она об этом сама говорила, что не будет президентом. А вы почему-то так ее испугались и теперь до сих пор о ней вспоминаете. То есть она тут бегает, извините меня, по Литве, по Латвии, по Польше, к Байдену летала по поводу того, чтобы он ввел санкции против Республики Беларусь. И тут вы говорите то, что она вот говорила, что не станет. Так и чего она до сих пор что-то делает? А где здесь ввести санкции и быть президентом? Как вы это вместе так скомпоновали? Она с Литвой там уже договаривается о сотрудничестве, с Молдовой то же самое. Что вы мне тут какие-то двоякие... О чем договариваются? По поводу сотрудничества. Вот она считает себя белорусским президентом и она вот говорит, что мы будем сотрудничать. Да какого рожна, простите, какая-то Тихановская, которая, как вы и говорите, опять же, что она якобы не будет президентом, сейчас бегает по Европе и считает себя президентом Республики Беларусь. Ну пусть считает, ну хорошо. Ну просто так уж получилось, что на выборах в 2020 году большинство выбрало ее. Поэтому она вполне заслуженно может считать себя президентом. Кстати, по этой же логике может считать себя президентом Лукашенко. Ник, не люблю, когда меня перебивают. Вот вы вот лезете, я вам еще раз говорю. То есть получается, Тихановская нам напиздела. Ну вот так вот грубо выражаюсь, правильно я понимаю? То есть она, вот грубо говоря, не сдержала свое обещание. Она же кричала, что она не будет президентом. А она так считает. Я правильно понимаю? Если так, то да, получается, обманула все. Ну она же и не стала президентом. Она же только может считать себя президентом. Ну хорошо. Но она же не стала президентом. Поэтому никто никого не обманул. Хорошо. А где вы видели статистику, сколько вы за нее проголосовало? Можно мне ознакомиться с этим документом? Вот официальный документ. Да? Вот сколько за нее проголосовало на самом деле. Мне кто-то говорит 83% куда 90%. А он лежит ровно там же, где и официальный документ о том, сколько проголосовало за Лукашенко. Вот они рядышком прям лежат. Вы там можете ознакомиться. Где? Куда мне ехать? Ну не знаю. В самый честный цикл, наверное. Вы владеете? Вы же сказали, я вот знаю, что Тихановская выиграла. Где можно ознакомиться? Да. Потом я сказал, что по такой же логике и Лукашенко может утверждать, что он выиграл. Понимаете, там выборы сфальсифицированы. Поэтому говорить, кто там выиграл, кто не выиграл. Опять же, вы говорите, где мне ознакомиться? Мне просто кто-то говорит, что за Тихановскую сначала 96% проголосовало. Потом 83%, потом 76%. Вот где мне посмотреть эту официальную статистику? Я же говорю, в ЦИКе. Если вам дадут доступ к официальным, ко всем данным проголосовавших, ко всем бюллетеням, чтобы посмотрели, тогда вы узнаете эту статистику. Но, к сожалению, белорусам не дают такую возможность. Понимаете? И статистику потом просто выходит Юрмошина. Ну тогда Юрмошина выходила и говорит, так, за Григорьевича проголосовало 83%. Все довольны большинством. Поэтому по этой логике президентом Лукашенко, конечно, себя может считать. Точно так же и может считать себя Тихановского. Потому что выборы, по сути, не состоялись. Потому что голоса были неверно подсчитаны. Вот и все. С нарушениями. Если вы... Есть официальные документы. Подождите, нет. Если, подождите, вы спросили, точнее, вы сказали, что вы можете ознакомиться, Анжелика, там-то, там-то. Но вы же, значит, ознакомились. Вы имеете доступ к этим данным? Нет. Нет. Ну, так чего вы так утверждаете тогда? Какое-то двоякое мнение вы не считаете? А вы имеете доступ к таким данным? Так вы имеете, вы же утверждаете, что Тихановского... А вы опять спрашиваете? Вы же задавали мне этот вопрос буквально 7 секунд назад. Забыли ответ мой? Понимаете, понимаете, вот вы 7 секунд назад говорите одно, потом другое и так далее. Задайте этот вопрос, я вам точно так же отвечу. Нет, у меня нет доступа к этим секретным данным. И я вам задал встречный вопрос. А у вас есть? Так у вас есть? Так я же не утверждаю ничего. Я просто хочу вот ознакомиться, где Тихановского... Тогда откуда вы знаете, что Лукашенко победил, честно? А я вам говорила... Если у вас нет доступа... Так вы, подождите, я это не утверждала, я спрашиваю у вас... А, значит, Лукашенко не победил. Вот, я это то же самое так считаю. И, надо тут переебывать, извиняюсь за французский. Я у вас спросила... Это не по-французски, это вы по-русски вроде сказали. Где вы взяли документы, что Тихановская выиграла выборы? Я же говорю, ровно там же, где и документы, как Лукашенко выиграл. Ну, вы утверждаете то, что Тихановская выиграла. Где вы ознакомились с этим документом? Там же, где и документы с Лукашенком, в ЦИКе. Ладно, КГБ говорит... Понимаете, этот самый... Давайте, у вас, Ксюша, не... О, Анжелика не получается, давайте пусть КГБ попробует. Здравствуйте, друзья. А, это такое КГБ. Ну, я... Тогда, да. Надо еще кого-то в помощь. Не, не это, не нападай на Анжелику, она хорошая. Не, я что, ты же слышишь, я совершенно спокойно общаюсь. Это самое, я хотел Анжелике сказать, что завтра выйдет передача про вас с Сергеем. На Белсате. Пускай выходит. Спасибо. А что, Анжелика какая-то известная? Да, я известная. Вы расскажите о себе. Или завтра посмотреть. Паук, расскажите обо мне. Ну, в общем, девушка неплохая, трудолюбивая, не замужем. Ну, мне нравится. Так. Другое дело, что попала в плохую компанию. Которая, вот, типа Сергея, который был вертухальщиком в УЧУ города, ну, в следственном изоляторе города Витебска, номер два следственного изолятора. Так, просто ей не с кем побеседовать. Ну, то есть, у нее узкая, как бы, в силу, в силу жизни в Беларуси. То есть, да, у меня нет друзей, я полностью одиночка. Я вас правильно понимаю? Не, не так. Ну, у меня сложилось улучшение, что вас больше всего пропагандируют официальные источники информации. То есть, я со следствием работаю, я правильно вас понимаю? Не, не, не. Не? А что так? Не, ну, я считаю, что у вас ограниченный кругозор, так сказать. Ну, мне с вами нужно... Ограниченное информационное поле. Ник, ладно, я вас отключаю. Потому что вы меня перебиваете, я лучше с Андреем пообщалась. Давно не видел. В общем, Андрюша... И капусти, он не будет тебя перебивать, но все равно... Не, он меня уже перебивает и неоднократно. То есть, вы хотите сказать, что если я поддерживаю действующую власть Республики Беларусь, значит, я общаюсь с плохой компанией. Я вас правильно понимаю? Я вас слышала верно? Это мое личное мнение оценочное, субъективное. Мне кажется, да. Ну, потому что... Мне с вами нужно общаться, да, чтобы кругозор свой расширить? В том числе, да. Я думаю, что нет. Почему? Ну, потому что. Я согласна со своей властью. Но есть же большие сомнения в той же самой легитимности этой власти. У меня нет никаких сомнений. Я у Ника пыталась добиться, где он взял статистику, кто выиграл, кто проиграл. Но, к сожалению, он мне не сказал. Может, вы мне скажете, где мне такую статистику посмотреть? Так вот, Ника же и говорил, что мы и про Лукашенко не знаем такой статистики. Ну, так Ника утверждал, что Тихановская выиграла на выборах. Если человек утверждает, значит, он где-то видит. Правильно я понимаю? Я вот видел следующие ролики, когда на заводах руки поднимали, спрашивали, кто за кого голосовал. Есть такие. И там большинство людей, значительно большинство поднимало за Тихановскую. Никто не стесняйтесь. Сейчас поднять руку. Кто за Лукашенко? Показывайте, поднимайте руки. Не стесняйтесь. Никто не вщемляет ничего. А кто проголосовал за Тихановскую? Плюс еще вот эти очереди с подписями. Помните, были? У Лукашенко никаких очередей не было, а за Тихановскую вон какие стояли. А у нас на предприятии большинство проголосовало за Лукашенко. Очень хорошо. Я тоже проголосовала за Лукашенко. Это правда. То есть это единственное предприятие, грубо говоря, Ворша, которое проголосовало большинство за Лукашенко. Я вас правильно понимаю? То, что вы видели своими глазами, да, вы можете этому верить. Я этому верю. Вы видели и другое. Вот я, например, присутствовал в этих очередях, я снимал, когда за Тихановскую собирали подписи. И это было реально там на 2 километра. Ну, вот я вот рада, что Лукашенко наш президент, что не Тихановская. Это хорошо, да. Ну, с другой стороны, мы просто не можем сравнить. А ведь у нее не было реальных рычагов власти. И что бы она сделала, мы не можем судить. То есть, кто лучше. То есть, то, что она летала к Байдену и просила его вести против Беларуси санкции, то это нормально, да. А куда она была летать? Ну, подождите. То есть, она хочет, грубо говоря, да, она выступала за то, что она хочет Беларусь сделать там гораздо там лучше, как она выступала, да. И то есть, вот эта вот белорусская лидерка против белорусского народа решила, грубо говоря, воспользоваться таким методом, как обратиться к Байдену, чтобы ввели санкции. Знаете, я не отвечу на твой вопрос. Почему она так захотела? Ну, вероятно, сильные мира сего знают, как лучше делать. Тем более, что санкции не во вред, как говорит наше правительство, а только улучшили экономическую ситуацию, вроде как начали развиваться наши правительства. Ну, пусть она как лидерка правильно сделала, да, что выступила за санкции? Я не знаю, я не могу давать оценку ее поведению, ее вообще, я не знаю, она ли это все придумывает или ей подсказывает. Здорово. Вопросов нет. Интересно, конечно. Пусть индика, он тебе аргументирует лучше, потому что он бывший сотрудник чего-то там, белорусской какого-то СМИ, государственной. Не нужен, если он не знает, извините, элементарных каких-то вещей, историй, то я даже не могу. Пускай учится тогда, да, пускай образовывается. Просто Лукашенко тоже не знает элементарных исторических вещей. А при чем тут, мы говорим сейчас про НИКа. Я тоже, например, историю не могу все знать. Жизнь, чтобы не изучить и, да, и не президента, что. Но я буду стремиться к тому, что я вот через 20 лет стану президентом. А президент дает пример всем, хороший. Паук, я даже вас верну. Я даже вас, вот если я вот стану президентом, я вас даже вот прощу. Хорошо, но вы не станете. Мы уверены. Увы, Лукашенко никому не даст президент. Да, ну да. Ну, 20 лет подождем, 20 лет мы же можем потерпеть, правильно? Да, за 20 лет всяко может случиться, марсиане нападут. Ну, я думаю. Может и так. А может изобретут этот вирус, который славян истребляет, и все, и не будет славян больше. Здорово. Не, не здорово совсем. Паук, у вас все ко мне? Да, все, в принципе. Вы скинете мне потом ссылочку, я обязательно посмотрю. Хорошо, договорились. Все-таки я вас зацепила, да, что... Мне кто-то, кстати, написал из ваших представителей, грубо говоря, не знаю кто, если честно, то, что если Паук уже к тебе заходит на стрим, это тоже знаменито. Хотя я не знала до того, как вы ко мне зашли, кто вообще такой, в принципе. Ну, я доволен, что мной меряют уровень, чего там, социальный статус, наверное, какой-то. Ну, ну, ну... Ну, действительно, Анжелика, ты мне понравилась, я считаю, что ты девочка не глупая, но тебя одолели вот эти идеологические пропагандисты хмари вокруг тебя. А, то есть, подождите, вот эти вот пропагандисты, вот за ваших, вот, грубо говоря, тоже могу вам сказать. Вот как вы это прокомментируете, то, что мне нужно сначала лишить меня всего имущества, да, там, по всем щелям, грубо говоря, там, пройтись, там, со скалы скинуть, ну, а потом дать российское гражданство. А я сейчас скажу даже кто. Подождите, повисите минуточку сейчас, подождите. Дмитрий Дегтярев, знаете такого? Не знаю. Отсидел долгое время в колонии Могилёва, сам он гомельчанин. Ну, просто, что он подписан по-другому, правда, в ТикТоке. Но пришлось, понимаетесь, выяснить, потому что меня это очень сильно зацепило, потому что угрожает всё-таки жизнь и здоровье, грубо говоря, да. Он там много... Тоже ваш Змагар, кстати, вот, отсидел, топил за БЧБ политику и так далее, да. То есть, тоже такой вот, грубо говоря, там, ну, псевдознаменитость. Ну, так я могу сказать. Ну, его можно попадать вот сидел и надевались, его пытали. А, то есть, я виноват в его пытках. Ну, он злой, понимаете, нельзя запретить ненависть. Ненависть нельзя запретить. С вашего одобрения... А, то есть, ненависть, ненависть это нормально. Вот я вот, например, я не испытываю к вам никакой-нибудь ненависти. И я к вам не испытываю, потому что меня не пытали, и я в безопасности. Ну, и я тоже. А если бы меня пытали, я не навидел, все. Видите, как включается. Ну, вот так и получается. Ну, вот видите, классно, да, вот. Ну, вот даже бы вот с вами друг другу руку бы пожали, правильно? Да, и не только. Вот высушили, вот, допустим, вот мое мнение. Я высушила ваше, друг другу руки протянули, пожали и разошлись, правильно? Это же нормальные человеческие отношения называются. Да, это нормальное, но в Беларуси это криминализировано сейчас. С бычебыстами общаться и вообще рассуждать на такие темы. Ну, я уже с вами сижу, рассуждаю. Ну, вот пока к вам не пришли. Не аукнулось это. Да, пока вот это не аукнулось. Змогаров. Мне никто не угрожал. Вот змогары не угрожают. Давайте вот посмотрим, что будет после того, как выйдет сюжет на Белсате, моя передача, как изменится ваша жизнь после этого. Я думаю, что лучшую сторону. А почему лучшую? Меня увидят, что я патриот Беларуси, что я топлю за Беларусь. У меня все стримы полностью и целиком сохранены. Может, даже и награду выпишут. Вот так. Ну, может и так. Но это тоже будет результат интересный. И, в принципе, я согласен на такой исход. Когда вас оценивают. Потому что сестры Грутьевы недавно, я нашел неделю назад, похвастались на передаче на БТ «Скажи, не молчи». Они похвастались, каким паук позвонил. И целых пять минут рассказывали. И это было для них событие действительно. Ну, для меня это не событие. Вы такой же простой человек, как я. Ну, так я не настаиваю. А про Сергея что Белсад будет писать? Ну, я записал наш разговор, когда мы разговаривали про Катынь. Помните? Катынь, что там еще? Великую Отечественную войну. И там Сергей манипулировал фактами, наврал. Я проверил, напутал. И, в общем, хотел своим авторитетом задавить меня. Понятно. А я тут при чем? Хозяйка стрима. И что? Ничего. Ну, просто вы еще не говорили. Ну, у меня получаток от всех, даже для нас. Видите? Там был интересный момент, когда вы меня похвалили перед Сергеем. Сказали, что я не такой отмороженный, как остальные. Я не угрожаю. Ну, в плане отмороженного, то, что мы с вами спокойно можем обсудить и поговорить. Ну, это стоит дорогого. Не часто меня хвалят. Особенно идеологические противники. Ну, хоть и в этом, хотя бы хоть какие-то качества есть хорошие. Да, да. Понимаете, вы можете иметь любую. Вы можете звонить депутатам, вы можете звонить чинам. Мне вообще все равно, что вы делаете, как вы это все продвигаете и так далее. Если вы ко мне вопросов, грубо говоря, не имеете в плане того, что именно с моральной точки зрения, то, что вы мне не угрожаете жизни, здоровью и так далее. То есть, я спокойно ко всем отношусь. У вас своя политика партии, у меня своя политика партии. Это хорошо, это правильно, так должно быть в государстве. Но сегодня БЧБ криминализировано. И оппозиционеры криминализированы. Думать плохо о власти криминализировано. Поддерживать Украину криминализировано. Быть против СВО криминализировано. Говорить, живи Беларусь, криминализировано. Вспоминать о том, что первый президент принял присягу под БЧБ криминализировано. Вот. Это минимум. То, чего запрещено. Поэтому, как хорошо, что есть ТикТок, и мы можем с вами оценить наш уровень претензий друг к другу. Я могу рассказать, почему. Я свою личную историю могу рассказать. Преследование меня по политическим мотивам. Вы можете соглашаться, можете нет. А я выслушаю ваши аргументы, почему все-таки нужно любить Лукашенко и его власть. И где-то мы в чем-то сойдемся, а где-то мы не сойдемся. Вы задумаетесь, я задумаюсь. Самое главное, что у нас мирное небо, мы с головой. Правильно? Да. Это заслуга действительно Лукашенко. Как вы относитесь к БЧБ, когда они угрожают, что они на танках сюда приедут и будут убивать народ за то, что... Вот у нас с тем такой Суладзе интересный персонаж был. Вы лично его знаете, да? Вы в курсе, что он сказал со мной сделать, когда я у него спросила вопрос, что со мной сделать? Я осуждаю. Он сказал, что ты расстреливать нужно. Осуждаю подобные разговоры, потому что они... Скажите, пожалуйста, вы считаете, вот вы с ним общаетесь, вот вы считаете по его поведению, да? Вот, к примеру, вот как он, грубо говоря, выразился натуральным нацистом. Ну, вот ваше... Я не могу давать определение такие людям, потому что я не знаю, что такое нацизм. Какие критерии вы это... Хорошо, а как вы, ну, вот относитесь вообще вот как к человеку, вот после его слов, которые он сказал, что все пускайзи... Если бы ко мне так говорили, я, конечно, ну, если мне угрожают так, по любому поводу, то нет, конечно, это ужасно. Это стресс, это ухудшает настроение и вообще это пугает. Это страшно. А вот представьте, вот такие вот люди, вот, допустим, вот я понимаю, почему у него уголовное преследование. Я бы его сама лично бы за такое посадила. За такие даже слова. Испытывать ненависть. Смотрите, я приведу пример. Я ненавижу его, то есть, как бы, я просто сужу человека, грубо говоря, по его словам. Действия я не вижу, потому что, грубо говоря, он в Литве, а я в Беларуси. Но по его словам могу сказать одно, его нужно посадить. Вот я приведу пример. Я уже с Паршиным пример приводил, да, как он подростку по коленям выстрелил. Нет, я не помню. Может, я пропустила. Паршин такой был, милиционер, есть такой. Он поздорил с подростком у себя во дворе. Подросток его толкнул, тот упал там на жопу, короче, сел. Паршин выхватил пистолет, стрельнул ему по коленям, несовершеннолетним. В итоге сделал ребенка, потолечил ребенка. Милиционеру за это ничего не наступило. Вот, поссорились. И спрашивается, что должен теперь испытывать подросток и его родители к правоохранительным органам. Ненависть, любовь, уважение. Что? Ну, такой же вопрос у меня и к вам. Хорошо. Допустим, ну, такой же вопрос к вам. Мою соседку избили БЧБ, потому что она, когда вот была на этом митинге в Минске, она просто сказала, что я с вами не согласна, грубо говоря. Началось вот это вот, грубо говоря, словесное вот комплименты делать друг другу. И ее избили только за то, что она поддерживает Лукашенко. БЧБ что наказали? Да, наказали. Вот, а Паршина не наказали. Ваша ситуация, вот что, разница. Поэтому, когда не наказывают по справедливости человека, то тот человек, который пострадал, он будет испытывать ненависть и нелюбовь. Это нормально. Хорошо, хорошо. Так он испытывает, допустим, он должен ко всем испытывать ненависть? Вот, допустим, я же не могу судить по одному тему, да, вот к примеру, то, что все БЧБшники такие плохие, я должна их ненавидеть. Только потому, что вот он представитель БЧБ, только, да, вот к примеру, он выражает вот свое мнение. Я могу его судить вот по одному человеку всех? Как вы считаете? Не можете. Конкретно, например, с Паршиным. Когда вся система не отреагировала на это несправедливость, то, естественно, родители и сам подросток будет недолюбливать всю систему. Потому, что все все знают и не предпринимают никаких решений, чтобы по закону человек ответил. Потому, что он применил несозмеримое насилие. Нельзя так стрелять по коленям и калечить человека. Просто потому, что ты упал. И кто же самый вопросик БЧБ? Имели они право избивать? Нет, не имели. А имели ли право милиционеры разбивать БЧБ, которые спрятались в домах, убегали от милиционеров, спрятались в случайных квартирах? Либо имел ли право Карпенков разбивать витрины кафе? Просто пришел и начал бить. Вас очень плохо слышно, Андрей, либо у меня. Раз, два, три, а так, я не понимаю, почему у меня плохо слышно. Карпенков разбил окна витрины кафе. Пришел и разбил со своими головорезами просто так. Вот имел ли он это право? Карпенков Николай. Это кто? Начальник этих ОМОН или кого он там сейчас. А вы засняли это? Можно где-нибудь покупаться? Так это и есть видео, засняли люди. Есть, он бьет в витрины просто так. Пришел и бьет. То есть АБЧБ вот такие мирные вышли на митинги, они не с ним делали бы. Ну, а люди в кафе, которые сидели, ничего не били. Зачем надо было бить в кафе, витрины и стекло кафе, когда там ничего не происходило? Прям ничего. Ну, ладно, я переслесил с этой информацией. Обязательно. Либо, смотрите, убили этого Александра Тройковского, который стоял, раскинув руки перед спецназом или Альфой. Он просто их поднял вверх, развел, а они его выстрелили в сердце и застрелили, убили. Потом, по-моему, этот начальник АГБ, кто там лысый этот, говорил. По-моему, комментарии не давали. Он стоял нагло, типа стоял нагло и не уходил. Просто стоял и все. Как-то так было сказано. Но вот убили человека, либо Роман Бондаренко. Он вышел во двор своего дома защищать ленточки красно-белые, потому что их срезали неизвестные. Его избили, он умер. И до сих пор расследование, почему кто его убил, не ведется. Хотели сделать его пьяным, но не получилось. Мы много раз с вами обсуждали историю БЧБ-флага. Ну, если вы помните, конечно, может, вы подзабыли. Скажите, пожалуйста, если я возле своего дома нацистскую символику буду развешивать, как вы считаете, как это реагирует на мое поведение? На цирку это осудят стопроцентно. А БЧБ-флаг это что? А БЧБ это у нас вообще-то историческая ценность, культурная, историческая. Потому что если я покажу Лукашенко, фотографию Лукашенко публично, где он стоит и принимает присягу под этим, и скажу, что это исторический факт, то что за это сделают? То есть вы хорошо относитесь к БЧБ-флагу, не знаете почему? Я хорошо отношусь к Лукашенко-президенту, который стоит под этим флагом. Это запрещено? Подождите еще раз. Почему потом Лукашенко резко провел референдум? Резко это через два года? Или когда? В 1996-м было. А все эти два года было БЧБ. То есть и до того, как он в дебатах участвовал, он под этим флагом сидел, участвовал. Никогда он не говорил, когда в то время не заявлял, что под этим флагом убивали белорусов. И я отказываюсь проводить дебаты под этим флагом. Подайте ко мне красный, зеленый или советский. Он никогда это не утверждал. Подождите, он же поступил тогда хитро, получается. Он принял, я бы то же самое поступила бы. Я бы потихонечку приняла бы присягу, хорошо, совсем главное, чтобы я стала президентом. И поменяла бы флаг, как и он. Ну хорошо, но куда мы будем девать вот это историческое наше наследие? Ведь это же наша история, что под этим флагом у нас была страна. БЧБ-флаг является историческим наследием. Я так не считаю. Вы не считаете, но в нашей истории, в новейшей Белоруссии, был этот флаг? Был. Принимал под ним Лукашенко присягу? И что? Я вам еще раз... Это наше наследие историческое, или мы его вычеркнем навсегда и забудем? Вычеркнуть и забыть. Почему? Ну, потому что БЧБ-флаг. Мы с вами много раз обсуждали, кто за ним стоял, за этим БЧБ-флагом во время Второй мировой войны. Понятно. Ну как можно вычеркнуть историю, если она была? Ну, давайте, давайте символику. Почему вот в Германии, допустим, это же их история, у них же тоже была символика интересная. Так почему у них сейчас флаг совершенно другой? Ну, нету этой символики, точнее. Так, вы... Это же тоже исторический факт. Так они же не отрицают, что это история была? Они ее не вычеркивают? Она была? Ну, она была. Вот я тоже не вычеркиваю. Но я не считаю, что БЧБ-флаг это что-то героическое. Ну, я тоже так не считаю. Но история-то... Нельзя стереть историю. Был такой факт. Два года под БЧБ-флагом Беларусь жила. Ну, давайте, а почему вот Германия, допустим, символику не возвращает? Это же тоже... Правда, не знаете, почему Германия не возвращает нацистскую символику? Ну, вот расскажите. Почему не возвращает Германия на свастику? Ну, расскажите. Почему не возвращает? Ну, это же историческое наследие. Вы сами себе противоречитесь. Германия осудила Гитлера и все, что связано с Гитлером. Нацизм осудила Германию? Конечно. Осудила Германию нацизм. В связи с чем нужно демонстрировать нацистскую символику тогда? Ну, так это же историческое наследие. Хорошо. Лукашенко осудил себя под БЧБ с тягом, когда он правил Беларусью два года? Он его поменял. Он осудил себя за то, что он стоял под флагом, под которым убивали белорусов? Он его поменял. Так он не осудил себя? Так он поменял. Так вот Германия осудила свое нацистское прошлое и осудила Гитлера. И убрали. Правильно? Мы тоже сами. Убрали. А Лукашенко осудил себя под БЧБ с тягом? Он его убрал. Если бы он, допустим, под БЧБ флагом ходил бы десятилетиями, у нас еще был бы этот БЧБ флаг, тогда был бы совершенно другой разговор. И были бы вопросы к нашему президенту. Но он же провел референдум, он молодец. Так мы, да, он провел референдум, он молодец. Чем он тогда аргументировал, когда он менял флаг? Какая у него была аргументация? Аргументация именно? Да, вот тогда, когда он предложил поменять флаг на референдум, какая была аргументация? Ну вот Ник ответил на этот вопрос. Что он ответил? Я не смотрю. Он сказал то, что он хочет дружить с Россией, вот и Россия это решила. Но это была официальная аргументация? Нет. А какая была официальная? Ну вот вы расскажите, я не знаю. Вот я тоже не знаю. По-моему, он тогда не говорил ничего о том, что под этим флагом ходили полицаи в Великую Отечественную войну. Такого не было тогда, такой риторики. А почему он поменял? Ну, поменял. Он знал, знал просто сам, он не стал судить, как вы говорите. Он просто взял и тихонечко поменял. Народ принял этот флаг. Был же референдум, народ же за этот флаг голосовал, правильно? Наверное, да. Но вот сейчас же мы не знаем, вы говорите, наверное. Почему, наверное, да? Что, люди ходили, голосовали на референдуме. Ну, хорошо. Выбрали флаг, потому что, потому что Лукашенко сказал, что так будет лучше. А чем вам не нравится вот? Да, мне нравится, я очень его люблю. Я еще больше люблю красно-зеленый, чем БЧБ. Потому что над БЧБ нельзя изгаляться. А над красно-зеленым я могу себе позволить все сделать. То есть вы тоже отрицаете БЧБ флаг? Нет, я не отрицаю. Почему я должен отрицать? Это действительно, этот флаг возник раньше, чем была Великая Отечественная война. И раньше, чем коллаборанисты, коллабораси... Блин, забыл. Сложное слово. И раньше, чем вот эти люди, которые хотели служить Гитлеру, взяли его в руки и встречали гитлеровцев. Кстати, вопрос вам. Смотрите. Приходят завоеватели к вам на землю. У вас есть возможность выбрать среди двух плохих режимов. Советским и нацистским. И в вашей ситуации, когда вы хотите остаться живы, с каким флагом вы выйдете к нацистам-завоевателям, к оккупантам? С советским или с каким-то другим? Да, вы вот смотрите. То есть вы сейчас вот задаете мне такой, это, конечно, провокационный вопрос. Да, вот вы пытаетесь как-то подобраться. Но вот смотрите, то есть лучше сотрудничать с нацистами, которые у них идея была уничтожение полностью еврейского народа, проводить геноцид, эксперименты и так далее. То есть это нормально. А у советской какая была политика? Кто и ГУЛАГи изобрел? Кто уничтожал цвет нации белорусской? Нацисты или коммунисты? То есть то, что ввели обратно в 1920 году белорусский язык, когда он был под запретом, да, долгие годы, когда тут отстраивались школы, это совершенно другой вопрос. Это же другая тема. Кто, ночь расстрелянных поэтов, знаете, кто цвет нации убил белорусской? Ну, расскажите. Ну, вы задаете мне вопрос, расскажите. Ну вот, это же не нацисты делали, это же Сталин делал сталинской репрессии. И вот когда люди, а коллективизацию, кто проводил, нацисты или Сталин? Знаете, сколько? А голодомор на Украине, кто проводил, нацисты или Сталин? Кто, за кто за это ответственный? И поэтому, когда приходят оккупанты, нацисты, а людям нечего выбирать, либо ты плохо живешь при Сталине, либо ты плохо живешь при Гитлере, но у тебя задача выжить, то с каким ты флагом, с каким символом выйдешь к оккупантам, чтобы выжить, я напоминаю, задача человека выжить в любых условиях. Явно не с советским, да? Таким классовцы поступали. Хорошо, вы верите в то, что вы сейчас говорите? Естественно. Да? Да. Здорово. Ну, скажите, к вам приходит оккупант и говорит, либо ты умираешь сейчас, потому что ты поддерживаешь власть какую-то, либо ты служишь мне. Но у тебя будут другие символы. Что ты выберешь, Анжелика? Скажите мне, пожалуйста, а что такое оккупация? Ну, вот только полностью. Окупация. В общем случае занятие вооруженными силами государства, не принадлежащие ему территории, не сопровождающиеся обретением суверенитета над ней и осуществляющиеся в отсутствии на то воле государства, обладающего суверенитетом на данной территории. Обычно временное. Окупацию следует считать, отличать от аннексии акта присоединения государства всей или части чужой территории в одностороннем порядке. Ну, да какая-то оккупация. Когда Гитлер пришел, напал на Советский Союз, не было оккупации? Нет. Вот вы говорите, вот Советский Союз, когда пришел на территорию Беларуси, какая-то оккупация. Это не оккупация. Подожди, тогда Польша была, Западная Беларусь была в составе Польши, и Сталин с Гитлером ее разделили, когда в 1939 году, 1 сентября, началась Вторая мировая война. Тайным пактом Молотова-Риббентропа. Правильно? Вы говорили, что Беларусь к советской власти, что они оккупировали Беларусь. Ну, да какая-то оккупация. Я просто вот хочу вас услышать. Вот вы прочитали определение, что такое оккупация, правильно? Так Беларусь была тогда оккупирована? Беларусь тогда не была. Она была оккупирована, как вы считаете? Беларусь не была тогда. Была современная территория Беларуси, была поделена на две части. Одна к Польше, Западная, относилась, вторая к Советскому Союзу. Ну, вот что к Советскому Союзу, это является оккупацией? Крым, как вы считаете, это оккупированная территория? Ну, я не имею достаточного образования, чтобы сказать. Аннексированная, правильно говоря. Аннексированная. Ну, вот мы разобрались, да, с вами потихонечку, что такое оккупация. Оккупация Западной Беларуси. Сейчас загуглю. Советизация Западной Беларуси 39-41-х годов. Начальный период установления советских порядков на территории Западной Беларуси проходил с конца сентября 39-го года по 22 июня 41-го года. А как раз таки в 22 июня 41-го года и напала нацистская Германия на СССР. И уже Брест был каким городом? Советским уже был. Правильно? Ну, то есть тогда была оккупация? Как вы считаете? Ну, так вот, когда Германия напала на Советский Союз, то это уже была оккупация. Правильно. Вот видите, как вот мы с вами сейчас растолкуем всю историю. Так я же говорю, что вот жители Бреста, они должны что были выбирать? Нацистскую Германию или Советский Союз? Советский Союз. Почему Советский Союз? Идеология разная. Что хотели? Советский Союз репрессировал, короче, репрессировал крестьян, проводил коллективизацию, имел плохую репутацию, ссылал в Сибирь. Почему люди должны любить Советскую власть? Советская Германия, у них была идеология нацизма, превосходство одной рации, рации нации над другой. И у них тоже были свои интересы по оккупации данных земель и расширения жизненного пространства. И вот что выбирать? И вот что жителям... А как они хотели расширить? А как они хотели расширить? А то у Гитлера надо спросить. И вот что жителям выбирать? Вы не читали, а вы не читали книгу, вот я когда-то давным-давно почитала, «Моя борьба» называется. А я не хочу такое даже читать. Это экстремистская вообще признана в Беларуси книга. Зачем мне читать экстремистскую книгу? Ну, так нужно владеть хотя бы... А вы почитали экстремистский материал? И что? Ну, так нельзя аж по закону. Раньше это не было экстремистским материалом. Можно было легко заказать. А теперь белорусов из-за раньше сажают. Раньше они что-то постили, там Лукашенко уходи, теперь вспоминают трехлетней давности посты или пятилетние, и все равно дают штрафы. И что? Ну, такая практика, я не знаю, как это комментируют. Такая практика есть. Только чтобы разобраться в какой-то идеологии, нужно почитать правильно. Вот я читала еще не экстремистскую, как вы говорите, литературу, Сталин и Гитлер называются. Там описывается полностью их жизнь и какая у них была идеология. Вы читали? Не, не читал. Ну, не читали, но почитал эти много судьи. Вы рекомендовали. Она, кстати, очень легка к прочтению, она очень легко читается, и можно из этих книг сделать выводы. Анжелика, ну тогда, ну что толку, если ты живешь в Беларуси и доказывать кому-то что-то в государстве, что ты прав где-то. Вот почему мы осудили нацистскую Германию за ее зверство, а советскую и сталинскую Россию? И мы не осудили за то, что она репрессировала наших людей, белорусов, голодоморы устраивал, массовые расстрелы, казни. Ну, как-то в Северной Корее мы же не отрицаем, что это было. То есть у нас в истории это все написано. Ну, вы помнишь разговор с Сергеем? Он как раз-таки отрицал. Я не помню. Помнишь, он говорил, что Катынский расстрел в Катыни пленных поляков расстрелял? Ну, вот он говорил, что расстреляли немцы. А я ему говорю, что Россия признала факт того, то есть приняла факт того, что Советский Союз виновен в расстреле сколько-то, 40 тысяч поляков. А ему это не аргумент. Он говорит, вы, мразь, на меня кричите. Развода ты, БЧБ, гнида. Вот все аргументы, Сергей. Ну, у них тоже история. Вот мы живем же не в Северной Корее, правильно? У нас история. Пока нет. В открытом доступе. То есть все, но мы до этого не дойдем. Ну, потому что это будет очень сложно дойти даже до Северной Кореи. Ну, ладно. Вот история в открытом доступе. Опять-таки же, мы тот период, когда Беларусь жила под БЧБ с тягом, это нелицеприятный период. Это его прячут. И даже форму и знаки отличия из музея нынче позабирали, поховали, попрятали. Тоже стесняются почему-то этого периода. Я сегодня не могу продемонстрировать, никто сегодня не может в Беларуси продемонстрировать этот исторический фотоснимок публично, где Лукашенко стоит под БЧБ с тягом. Почему? Ну, я вам еще раз говорю, что несет за собой БЧБ с тяг. Мне тоже было бы стыдно. Ну, подождите, показывают же Гитлера пастосвастикой исторические снимки и под стягами нацистов. Их же показывают это исторические снимки. Что? Тем же немцам начали когда показывать, сколько период времени потом прошло, когда им начали тоже достоверную информацию, грубо говоря. У них же тоже была своя идеология. Правильно, правильно. Я не знаю, было ли запрет показывать немцам их историю. Я про это не знаю. нужно разобраться, Андрей, с этим, да? Ну, что им не показывали, что они не помнили, что им не показывают исторические снимки, как Гитлер со свастикой и с прочими атрибутами нацизма. Эти исторические снимки, грубо говоря, мы тоже можем посмотреть, почему нет. Вот, мы можем все посмотреть, но в БЧБ стяг сегодня вспоминать из-за того, что Лукашенко принимал под ним присягу, это неправильно, это не по-потретичному, это не по-исторически. А кроме флага еще есть какие-нибудь вопросы? Есть. Как-то Лукашенко в 95-м году по радио похвалил Гитлера. Он сказал, что не все только плохое известно нам, не все только плохое связано с известным в Германии Адольфом Гитлером. Вот, а потом он в другом интервью подтвердил, что говорил, и говорил, что это наше понимание президентской республики Беларуси на определенном этапе, потому что схожи какие-то с историческими событиями или положением Беларуси и Германии. Ага. Ну, то есть это тоже есть в открытом доступе, да? Есть в открытом доступе, но это нельзя показывать сегодня в современной Беларуси. Про это нельзя вспоминать. Здорово. Вот, его никто за это не наказывает. А сегодня, если ты вспомнишь это и открыто заявишь об этом, кстати, это будет в той передаче в завтрашней. Вот эти кадры я буду показывать. Там меня одна на другом стриме Настенька оскорбила. Вспомнила деревню Борки. Я про это тоже, кстати, не знал в Могилевской области. Там гитлеровцы сожгли эту деревню, сожгли жителей. И вот она говорит, Андрюшенька, съездь туда, съездь туда и снимет там передачу про то, как сжигали нацисты наших белорусов и детей. А я вставляю вставка Александра Лукашенко, где он хвалит Гитлера и говорит, что ну все только плохое было связано с известным нам Гитлером в Германии. Так вот она на меня нападает, я вообще ни при чем тут к сожжению деревень. Она нападает за то, что я под бычебостягом. Для меня бычебостяг ничего не значит. У меня вот только один вопрос интересует. Скажите, пожалуйста, вам настолько вот, ну вот просто по-человечески вопрос, вам уже настолько снимать, ну нету грубо говоря там еще там о каких-то исторических событиях, ну просто как вы проживаете на территории Литвы, что-нибудь интересное, вы решили давить ябатик, я правильно вас понимаю? Про них снимать там, ну то есть других материалов мы собираем. Анжелика, понимаешь ли какая проблема? В связи с тем? что нас объявили экстремистами, нас ограждают от целевой аудитории. Нам, блогерам и прочим независимым СМИ важно распространять информацию среди белорусов и также среди тех, которые являются идеологическими так сказать противниками, ну приверженцами к власти Лукашенко. Нам важно с ними проводить образовательную работу. А нам важно с вами проводить образовательную работу. А вам важно с нами и вот поэтому мы ищем истину. Мы привержены не с того, чтобы бегать по стримам БЧБ. Раньше, да, у меня тоже такое было, пыталась с ними как-то мирно разговаривать, но все, как говорится, пошло через одно место. Я не имею больше такой практики. Просто о чем разговаривать? Ну вот просто, вот вы какую политику партии придерживаете? Вы хотите людям что-то донести, на свою сторону переманить? Что вы хотите этим показать? Я хочу показать, что наследие Советского Союза, Россия и Беларусь как союзник ухудшают наше качество жизни. И это очевидно, потому что сколько было динаминаций и девальваций за историю независимой Беларуси? Во сколько раз обесценилась национальная валюта? Скажите мне, Анжелика. На моей памяти? Раз, два, ну где-то три раза, правильно? Но это на моей памяти было. Во сколько раз обесценилась валюта? Сейчас вас загуглю. И это же не Тихановская виновата, это что-таки Лукашенко управлялся? Хорошо, было такое, но скажите пожалуйста, вот я как живу на территории Республики Беларусь, меня все устраивает, да, вот допустим, у меня есть работа, у меня все хорошо, то есть там грубо говоря, ну я хорошо, я живу в шоколаде, грубо говоря, да, хотя у меня не были родители никакими нищинами, ни депутатами и так далее. Почему вы считаете, что все белорусы плохо живут? Вот я живу хорошо. Я сужу по своему поселку, в том, в котором я живу, я сужу по тому, какие были запросы от колхозников, от простого населения, и у меня есть своя история личная, где я действительно живу плохо при власти Лукашенко. Вот смотрите, открыл историю проведения динаминации как раз Национального банка Республики Беларусь 20 августа 1994 года в 10 раз обесценилось. Уже, это Лукашенко уже правит в этом году? А, нет, это не Лукашенко. 1 января 2000 года уже правит в тысячу раз. Вот без Лукашенко в 1994 году в 10 раз обесценилось, а при Лукашенко 1 января 2000 года в тысячу раз уже обесценилось. Ну, смотрите, но обесценилось еще не при Лукашенко, правильно? Ну, как, 1 января 2000 года Лукашенко уже председент Я имею в виду вот первый раз вот вы сказали в 1994 году, да? Если я не ошибаюсь, я правильно услышал, но это же было не при Лукашенко. Это было не при Лукашенко, поэтому это было всего лишь в 10 раз, а вот 1 января 2000 года уже в тысячу раз. То есть это не считается, да? То, что вот это вот не считается? Ну, при Лукашенко не считается. То, что было до Лукашенко, это другое, вы не понимаете, это другое, правильно я понимаю? Еще сейчас посмотрим, сколько девальваций, деноминации-то не то, а вот девальваций сколько было. Девальваций сколько было. Скажите, пожалуйста, еще один такой вопрос. А вы плохо жили здесь, в Республике Беларусь? В Литве вы почувствовали себя, там, как вы кричите, свободным, богатым, счастливым? Да, я реально почувствовал разницу. Я сейчас свободен, я более богат, я могу зарабатывать с помощью своей проворливости, своего ума, своих способностей. Я действительно себе могу больше позволить, чем в Беларуси. А почему я могу в Беларуси то же самое позволить себе, а вы не смогли? Потому что вы не противник режима Лукашенко, и он вам позволяет это делать. То есть, ну вот смотрите, я еще, грубо говоря, до 20-го года у меня было все хорошо. Ну, слава богу, а теперь плохо уже? Нет, еще лучше. Но извините, я не бегаю с белорусским флагом, я не хожу по исполкомам и так далее, то есть, я тикток веду, я еще раз говорю, очень малое количество времени, то есть, мне премии никто не дает, грубо говоря, за это, что я веду, и так далее. То есть, вы считаете, считаете ли вы, что человек сам, грубо говоря, правит своей судьбой? И как вы здесь докучу и объявили, ну, грубо говоря, винить и государство? Потому что, реально, государство поучаствовало в ухудшении моего качества жизни. Но у меня есть личная история, и меня по политическим мотивам приняла Литва, ведь я же не наврал, эта история не придумана, они ее проверили, мне бы не дали политическое убежище, если бы действительно не было бы преследования со стороны белорусской власти. Как вы относитесь, вот у меня, получается, в Латвии тоже родственники живут, да, вот такая вот новость проскользнула, к сожалению, на белорусских сайтах не смогла найти. В Чехии белорусские беженцы, грубо говоря, кто убежал по политическим соображениям, не будут продлевать вид на жительство. Как я могу это комментировать? Ну, как вы, вот Чехия, это же демократичная страна, да, Европа, это же демократия, вот как у Чехии, плохо поступает или хорошо? Я не могу давать оценку чешским властям, что они там думают. Если будут меня лишать чего там, виды на жительство, то я буду здесь бороться с этим, разбираться, либо куда-то поеду в другое место. Я не могу комментировать за Чехией. А в Литве вы в Вильнюсе проживаете, я так понимаю? Ага. Ну, в Вильнюсе, да? Да. Скажите, пожалуйста, вот я там тоже была в Литве, получается, сейчас скажу даже в каком году, в 17-м году был такой город Ракай, тоже такой интересный город. Ага, да. Вы были, да? Городочек. И скажите, пожалуйста, вот я когда прошлась, ну, они же маленькие относительно города, да? А почему, допустим, у них все осталось так, как при Советском Союзе? Я ничего нового там не увидела. Почему Литва? Я не знаю, как это комментировать, что там осталось при Советском Союзе, флаг СССР, что там осталось? Почему Литва не развивается? А как она не развивается, если я вижу, что развивается? Ну, она не развивается. Вообще, Тракай туристический городок, и там много чего для туристов сделано. Тракай туристический, да. Ну, так там ничего от Советского Союза я не видел. Ну, я имею в виду в плане, что я была во всей Литве, грубо говоря, ну, просто города, которые меня впечатлили, потому что Тракай там замок замечательный, да, стоит туристный. И была также в Вильнюсе проездом. Я хочу сказать, что Вильнюс затормозил. Почему? Я этого не вижу, но вот сейчас я вижу, что строятся всякие дома. Молодежь, вот когда вот с местными, естественно, ты разговариваешь, там в кафешке какой-нибудь сидишь, там они же когда вот слышат, что ты белорус, о, батька у вас. Ну, вот у них ассоциация везде такая, вот батька, респект и так далее. Вот когда с ними разговаривала, да, имела честь с ними поговорить, спасибо вам, конечно, за это огромное, они уезжают работать в Германию. Молодежь действительно уезжает, есть большой отток. Норвегия, Германия, это проблема, да. Но и Беларусь уезжает, и врачи уезжают, и учителя уезжают. Много уехало? Нас больше 200 тысяч уехало. А где статистику, можно посмотреть? А там кто-то там из МВД какой-то, главарь, говорит, что 200 тысяч они насчитали, но на самом деле больше. Вот, из Литвы тоже уезжают, это стареющая страна, Прибалтика, стареющая страна, но сегодня здесь мне куда комфортнее, чем в Беларуси. То есть, Беларусь сидит, как вы говорите, там у нас нету свободы, да, у нас чуть ли не Северная Корея, мы не развиваемся. Да, да, такое есть, да, и вот изоляция сейчас, как видишь, санкции, что еще там, да много чего. Ну, то есть, не рукопожатный Лукашенко, никуда его не приглашают, на Путина ордер выписали. Не приглашают, подождите, здрасте, а ОАЭ, это, или это другое тоже? Я про Европу говорю, западный мир. А при чем тут? Вы сказали, что он был. Я измеряю цивилизованными странами. А, то есть, не рукопожатие. Да. ОАЭ, не цивилизованная страна, то есть, цивилизация. Да, не считается, такое, как мне кажется. Там вообще, просто вот, полный пиздец, да, то есть... не полный, там не полный. Да. Ну, там, богатая страна нефтью, и там, я насколько знаю, по-моему, 10 тысяч, каждому родившемуся, на счет, рабу, начисляют. У нас же не так, Ну, у нас меньше, начисляют, но начисляют, правильно? Сколько? Одного ребенка дают 5-6 тысяч. Долларов? Нет, белорусских. Ну, вот видишь, ну... Так у нас другие цены. Вы видели? Ну, так а почему мы не живем, как в ОАЭ? Ты был в Дубае когда-нибудь? Вообще, сам? Не, 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 ты что? Не, не. Не был, да? А чего? Ты что? А почему? А стоит? Стоит. Ну, хорошо, подумаю. Ну, ну, вот цены там, просто в интернете, вбей какие там цены, и сколько, грубо говоря, то и на то и выходит. Ну, что мне тебе комментировать здесь? Ну, я тут не виноват. Андрей, а скажи мне, пожалуйста, такой вопрос. Ну, ты выбрал для себя, да, вот грубо говоря, ты так решил, ты выбрал жить в Литве, то есть ты покинул родину, да, свою, вот Беларусь. А почему вот до сих пор, вот чего тебе не сидеть, грубо говоря, там в Литве, и развивать свой канал, грубо говоря, как люди живут вот в Литве, молодежь, что она об этом думает, о политике Литвы и так далее. Почему нужно лезть в нашу страну и ее, грубо говоря, обсирать? Ну, кто же ее обсирает? Ну, вот я же, не я же говорил иногда не до законов, это вот как можно обосрать всех так? Ну, вот ты сказал, что Беларусь не развивается, Беларусь отстала, то есть... А ты сказала, что я обсираю страну, я обсираю Лукашенко, потому что он обосранный. Так подожди, вот ты, почему ты, какое имеешь право, лезть в то государство, ну, вот грубо говоря, вот ты вот... Я гражданин Республики Беларусь, и конституционно закреплено это право участвовать в общественной политической жизни страны. А мне гарантируется покровительство за пределами Республики Беларусь, даже Конституции. допустим, я где-то не согласна с законом, я проживаю в Республике Беларусь, я могу выразить свою точку зрения. Ни в коем случае, я, конечно, не пойду под этим стягом БЧБ и так далее. Я могу, допустим, пойти в исполком, написать жалобу, они отреагируют и так далее, и тому подобное. То есть это все должно решаться мирно. Согласен. Вот у меня есть такие случаи. Я ходил... Решаются. Так, смотри, как в моем случае. Я тебе приведу пример в моем случае. Лукашенко плохой, да? Но почему-то вот наши вопросы, что-то нас касается, они решаются, когда мы, допустим, трубим уже. Да, вспоминая марши этих недармоедов. Вот они вышли на улицу люди и отменили этот закон про дармоедов, а сейчас снова хотят вести. Есть было такое. Мой был личный случай, когда открытая сессия, проходит районная сессия депутатов, где они согласуют, не согласуют, а осваивают бюджет. Так это проводится согласно закону, открыто и гласно. И любой человек может туда прийти и, собственно, понаблюдать, как это проходит. И вот я приходил пару раз, пытался меня с милицией выводили. Я писал жалобы, подавал в суд, но ничего не помогало. Только спрашивайте. Подсчет голосов проводится строго, конфиденциально. Там не подсчет голосов был. А то, что ты достал... Это тогда, когда ты рассказывал, то, что ты достал телефон и начал снимать супругу? Нет, это были выборы президента. А то открытая районная сессия, значит, депутатов, депутаты народные избранники, работают открыто и гласно. Мы их, правда, не знаем один одного, но все-таки я пришел посмотреть и говорю, вот вам, пожалуйста, закон, у вас написано, проходит в открытый глаз на ваши сессии. Так это... А что же вы меня не хотите-то? Я хочу послушать, и с первых уст услышать, как вы работаете. У меня все эти стримы есть на канале, на моем. Скажите, пожалуйста, официально вы журналист? Я официально гражданин Республики Беларусь, и мне не запрещено. Нет, подождите, вы сказали, что я хочу заснять выборы, как проводится, там, свой стрим записать, да, в Ютубе. Вот вы официально журналист? Мне не нужно быть официально журналистом, чтобы фиксировать публичные события в общественном месте. Это не подсчет голосов. Это не подсчет голосов, это районная сессия депутатов. Ты понимаешь, ты говорил тогда ранее, просто вспоминая этот разговор, был Сергей, еще кто-то там был, у меня было много спикеров. Ты сам утверждал, что я снимал свою жену, когда был подсчет голосов. Это другая история, давай поговорим про нее, хорошо. Понятно, мы поняли тебя. Это другая история, могу рассказать, тоже написано в законе о выборах, что... Андрей, Андрей, подожди, мне надо убегать уже, все. Продолжение следует...